summon... Зоня... Зоня... Со... Ци... Фо... Примен... Здорово всем, дорогие друзья! Ну, те, кто, ну, прочитал на звании видео, уже наверняка думают, что это я, там, ну, пытался устроиться на работу, там, там, вчера, либо провчера, ну, нет, ну, пока я жив... не дождетесь, вот такого никогда не будет, но тем менее в этом видео я хочу рассказать вам вот такую очень интересную теорию, почему одиноких людей не берут на работу, ну то есть я лично сам столкнулся с этим, я с этим сталкивался несколько раз, но когда я хотел устроиться на работу, то есть мне там несколько лет назад, но когда-то нужно были гений, соответственно я вот, ну, пошел там на собеседование, то есть нашел там самые какие-то уебищные вакансии, то есть естественно не какие-то там высокие должности, там выездили, но директор там еще кто-то, я естественно шел на самые уебищные вакансии, ну типа там грузчик там, ну что-то подобное, ну куда обычно люди очень редко идут, и что вы думаете, я очень удивился, но когда даже дамы отказали, ну то есть сначала, естественно, любому человеку, если ему отказывают на собеседование, ему становится очень обидно, то есть он не понимает, в чем же причина, то есть он там во всем ищет винить себя, ну потому что его не взяли, но на самом деле причина, она вообще гораздо глубже, и она вообще никак не зависит от вас, ну то есть я думаю, никто не будет отрицать, что во-первых, конечно на собеседовании очень тщательно вот осматривают внешность человека, соответственно, любым там людям, им ну приятнее работать с красивым человеком, но даже вот это в принципе не главное, ну потому что, главное, ну как оказалось, чтобы человек был максимально, ну покорный, ну покорный, то есть выполнял все вот эти, ну поручения нового директора, ну даже не только, ну то, что ему, ну как бы, он там должен делать, исходя из своей должности, а даже что то, что-то сверх вот это, ну то есть, ну дополнительно, что ему там, ну бляж, что фактически начальник, он придет в ООЛ, соответственно, ну дорогие друзья, на любую работу, ну предпочтительно, если ну будет, например, у начальника выбор, там, ну не начальника, а вот это, кто ведет собеседование, ну естественно, он в курсе вот этой всей обстановки, вот этих всех нового требования, ну то есть, если ну будет вот на одну должность, два кандидата, то есть один человек полностью свободный, то есть не обременен там семьей, детьми, а ну другой там нового будет, там не знаю, женат уже очень давно там с патью, но детьми, ну как вы думаете, ну кого возьмут на вот эту новую должность? Ну правильно, ну либо же наоборот неправильно, потому что многие ошибочно подумали, что на работу возьмут, ну ну как раз таки свободную чеку, но нет, вот это большое заблуждение, ну то есть, ну то есть у многих может сложиться вот такое заблуждение, что если человек свободный, то у него много свободного времени, значит начальнику выгодно, чтобы взять вот эту чеку, ну то есть ему там можно дополнительные смены составить, ну то есть нового подработка, ну или как она называется, ну короче сверхурочные часы, но нет, на самом деле все с точностью наоборот, ну то есть любому начальнику выгодно взять на работу человека, ну который, ну будет сидеть у него крепко на крючке и не захочет с него слазить, ну то есть, ну как рыба, вот знаете, на рыбалке, ну попалась и все, она уже больше никуда не денется, потому что у нее нет выбора, вот так и в случае с человеком, у которого семья новое дети, ну то есть если у человека есть семья новое дети, соответственно, вполне логично, что ему очень нужны новое деньги, то есть гораздо больше, чем свободный человек, ну потому что если, например, вы живете один, вот вам много на еду не нужно, ну то есть, соответственно, вам там чисто, не знаю, там макарон, ну пачка и все, но тем более, если вы мужчина, вы там вообще можете жить очень скромно, там, блин, вообще там на смешные, но деньги вы месяц, соответственно, если вдруг на работе случится, ну какой-то вот такой внештатной ситуации, например, там, ну а на работе вот это случается очень часто, то есть, например, наверное, все в курсе, что на любой, ну работе, ну по сути на большинстве, но работы начальник относится к своим, ну подчиненным, ну как к говну, ну то есть он их там ни во что не ставит, ну то есть ему абсолютно ну похуй на них, ну как на личность, ну то есть начальник видит своих подчиненных, ну чисто как рабов, ну то соответственно, ну, которые, ну должны там на первом месте ставить вот, ну работу, соответственно, свободный человек, он никогда не будет ставить работу на первом месте, ну потому что он, ну понимает, что, ну работа это лишь, там, ну какая-то, ну дополнительная к его жизни, а основная жизнь у свободного человека, у него, ну конечно же, наслаждение жизнью, ну то есть, например, он там приходит с работы, все, он там, ну про нее забыл, там нахуй уже там спустя, ну 5 минут, ну то есть он занимается своими, ну делами, ну то есть, ну какие-то, ну подработки дополнительные ему нахуй не нужны, ну то есть зачем, если вот эта зарплата, ну банально хватит на еду, там да и еще там и останется, но даже, соответственно, свободный человек, он никогда не будет соглашаться на какие-то, ну дополнительные там смены, в отличие от человека, на который надо работать, ну то есть, соответственно, ну когда человек за, ой, там женат, у него есть, ну дети, соответственно, денег всегда будет не хватать, независимо от, ну должности, и вот этот человек, он не то, что, ну будет соглашаться, он всегда сам будет искать, ну какие-то дополнительные источники дохода, то есть вот такие люди, они, ну как правило, всегда, И имеют вот такой заебанный вид, ну, то есть синяки, ну, под лазами, то есть спят они там очень мало из-за детей, соответственно, ну, они, в принципе, не удовлетворены жизнью, и несмотря на то, на какой должности они бы не работали, ну, то есть, ну, пусть даже на какой-то не самый уебочный, им бы всегда, ну, будет не хватать, ну, денег. Ну, потому что вот такая вот она семейная жизнь, ну, то есть, если вы даже, ну, получаете, ну, более-менее нормальную зарплату, ее всегда будет не хватать, потому что у жены там, у детей, у них там, ну, постоянно запросы будут увеличиваться, ну, то есть, они не способны довольствоваться, ну, тем, что уже имеют. То есть, знаете, вот, когда вы, ну, приходите с ребенком в магазин, например, он там увидел что-то там, мама, ну, купи, ну, купи, там, не знаю, бля, чупа-чупс, ну, какой-то, соответственно, если, вот, например, человек, вот этот, ну, который устроился на работу, если он, ну, придя в магазин, не, ну, 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 как бы, ну, будет чувствовать, что ему не по карману, или, ну, говорит, ну, какие-то запросы, его там жены и детей, значит, он, ну, будет чувствовать себя не в своей, ну, тарелке, то есть, потому что вы его, ну, понять, он там, ну, добытчик, он, ну, должен, ну, давать своей семье все, соответственно, у таких людей, у них, ну, предел, ну, терпения намного выше, ну, как там, ну, либо выше, либо ниже, ну, в общем, вот эти люди, они способны, ну, терпеть абсолютно все, то есть, начальник на них накричит, да похуй, начальник, ну, поставит им, там, дополнительные, там, 100-500 часов, да он, ну, будет, ну, только рад, соответственно, все, вот это уже давно, ну, понимает, ну, капиталисты, то есть, вся вот эта система, да, и, в принципе, даже в других аспектах системы, она никогда не поощряет то, что человек, например, свободный, ну, потому что, вот, даже вы можете услышать от большинства людей, там, например, если они увидели свободного человека, то, естественно, ну, первое, что они скажут, ой, там, эгоизм живет для себя, ну, как будто вот это что-то, оно плохое, хотя человек живет для себя, и вот это, наоборот, охуенно, то есть, он, ну, радуется, он наслаждается жизнью, он не обременен никакими, там, ну, дополнительными вещами, ну, которые, по сути, нахуй не нужны, соответственно, он, ну, поистине наслаждается жизнью, и вот этот, в его сторону, ну, какие-то сокровления, это для него, наоборот, звучит, как, ну, комплимент, соответственно, ну, наоборот, даже в других каких-то аспектах системе выгодно, чтобы свободных людей было, ну, как можно меньше, то есть, опять же, из-за, ну, культа, ну, потребления, ну, то есть, например, и если человек, опять же, живет сам, ему для счастья ничего, он, по сути, не нужен, ну, кроме еды, ну, то есть, он чувствует себя и так счастлив, если же человек, там, ну, соответственно, вот такой человек, он, в принципе, не склонен к каким-то импульсивным, ну, покупкам, то есть, у него никогда не может быть так, что он, и вот, ну, по улице увидел, ну, какую-то вывеску, там, ему захотелось, ну, купить, там, не знаю, бля, ну, какую-то, ну, кожаную сумку, там, нахуй, либо, ну, барсетку, ну, потому что он, ну, понимает, а нахуй она ему нужна? Ну, у людей, ну, которые живут, там, с семьями, то есть, жена, ну, дети, у них запрос, ну, постоянно, ну, будут на порядок выше, соответственно, вот такие люди, они выводные, ну, потому что они, ну, постоянно, ну, будут, ну, как бы, ну, как-то в наше время называется стимулировать экономику, там, ну, развитие, ну, ну, то есть, ну, то ж, ну, как человеку, на самом деле, ну, лучше, ну, то есть, системе, ну, вот это, ну, похуй, ну, то есть, ей главное выполнить свои, там, ну, поставленные функции, соответственно, ну, дорогие друзья, что мы имеем с этого, ну, то есть, если вас, там, не взяли на работу, на какую-то, не спешите, ну, расстраиваться, то есть, ну, проблема абсолютно не в вас, если вы являетесь свободным человеком, наоборот, вы должны гордиться вот этим, что вас не взяли на работу, ну, потому что вы, ну, как бы, не комфортный, ну, для них вариант, а значит, вы индивидуум, индивидуум, вы не какой-то, там, норм системы, а вы индивидуум, ну, то есть, вы вне стаи, соответственно, да, ну, то есть, может быть, обидно, что там не взяли на работу, но, тем не менее, в этом нет ничего плохого, то есть, ну, причина абсолютно не в вас, то есть, вы не виноваты, что это, ну, 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 такой, ну, как вы, невыгодный системе, и, соответственно, вы, в первую очередь, у вас есть чувство собственного достоинства, у вас есть чувство гордости, то есть, у вас там даже на собеседовании могут вот намеками, ну, как бы, спрашивать, готовы ли вы там, ну, работать, ну, больше, чем, ну, положено, готовы ли вы там, ну, кого-то из коллег выручать, соответственно, все вот эти наводящие вопросы, а они ставятся не просто так, потому что я часто слышу в обводку теории, что там, например, люди, ну, пишут, вот, вот, у меня там на собеседовании сопрашивают, в частности, можно услышать от женщин, то есть, бля, у меня там на собеседовании спрашивают, там, замужем ли я, либо же нет, то есть, встречаюсь с кем-то, либо же нет, и они вот это ошибочно, ну, трактуют, ну, как будто там начальник хочет к ним, не знаю, там, ну, домогаться, нет, вы нахуй никому не нужны в этом новом плане, это, вот эти вопросы лишь задаются с той целью, чтобы, ну, понять, ну, получится ли вас, ну, прогнут, либо же нет, то есть, именно в плане вот работы, то есть, на рабочем новом месте, то есть, вы, ну, будете, ну, терпеть, там, опять же, все вот эти неудобства в виде, там, ну, криков, признаков неуважения к вам, либо же вы человек с чувством, собственно, достоинства, и вы сразу, если вы вот это услышите, там, даже если, ну, такой, ну, разговор об этом зайдет, вы там увольнитесь, ну, потому что вам терять нечего, вам особо, ну, деньги-то не нужны, то есть, у вас нет, нет, нет там ни семьи, ни детей, и, соответственно, вы не, вы не будете у начальника на вот этом, ну, поводке, на коротком поводке, ну, который, там, вообще, ну, по сути, даже ног дышать уже не дает, ну, то есть, да, ну, то есть, сложно в наше время жить вот таким, на самом деле, личностям, личностям, сильным личностям, ну, потому что мы невыгодны, ну, такие, как мы, невыгодны системе, и, соответственно, все нынешние, ну, какие-то условия жизни, а они созданы не для нас, а для вот этих всех удобных людей, ну, то есть, у которых семья, ну, дети, все, ну, подобное, ну, не нужно огорчаться, потому что нам, ну, по сути, вот эти все созданные системы, ну, какие-то, ну, благоцивилизации, они нам нахуй не нужны, то есть, нам, ну, комфортно, наедине, самим собой, то есть, ну, так что мы от этого ничего не потеряли, и я, если там у многих даже самых отчаянных может появиться вот такая мысль, бля, домою, можем вот это, ну, как раз-таки, знак, что мне нужно, там, не, знаешь, жениться, завести много детей, ну, нет, вы, ну, потом, ну, пожалеете миллион раз, ну, то есть, ну, ради, ну, того, чтобы устроиться на работу, то есть, становиться вот таким, ну, ну, как все, это самая, ну, тупая идея, ну, то есть, ну, то есть, ну, то есть, наоборот, нужно гордиться, ну, тем, ну, кем вы являетесь, ну, то есть, ну, то есть, ну, в общем, такая моя, ну, теория, ну, почему не берут на работу одиноких людей, у которых нет семьи, детей, вот, напишите, что вы думаете, ну, по этому поводу салаз, ну, там, либо же нет, и если вам понравилось видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, до встречи в новых видео.